Фотографический шоп. Что это такое? Это не город, а целый американский штат. Данное видео прикол я хочу посвятить именно этому квадратику, в котором мы сегодня будем делать смешные и не очень картиночки. На самом деле мы сделаем только одно. Так что же такое фотошоп? Для чего он предназначен и какая у него история? Ну-ка посмотрим. Многофункциональный и графический редактор, разработанный, распространяемый фирм. Итак, откуда взять эту тупую хуйню, как её установить, запустить и как же в ней работать? Просто заходите в пар, пишите фотошоп и покупайте. Более выгодного предложения я пока не встречал. После покупки запускаем программу и... Ну и всё. Чувак, ты думал, что ты забыл? Если ты не знаешь, что это за кнопочки и за что они отвечают, то тебе как минимум стоит узнать, что это за кнопочки и за что они отвечают. Перемещают, выделяют, 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 меняют разрешение, пипетка, убирают хуйню, убирают хуйню, выделяют, а затем убирают хуйню. Блядь, шо это вообще? Рисуй, убирают хуйню. Ссылочка на мой твич канал в описании. Стирает хуйню, минус монетизация за мат. Ну мне похуй вообще. Не, не. Чекс, масочка, рука, зум и вся остальная хуйня. Поздравляю, теперь ты знаешь, за что отвечают инструменты в фотошопе. Осталось только выучить хаткей. Ну это уж совсем для лаков. Сегодня мне пришла неплохая идея подсосать одному популярному молодому пожилому человеку. В смысле... Вот так. А поэтому заходим в гугл, пишем Валерий Альбертович, качаем картинку и бросаем её в фотошоп. Если у тебя получилось это сделать, то у тебя явный талант. Думаю, пора приступать к обрабатыванию фото. Сегодняшней целью является сделать из этого мужчины его винтажную версию с идеальными пропорциями лица. Переносим PNG-шку с этими пропорциями в фотошоп и подгоняем под фейсятину. Настраиваем фотокарточку так, чтобы она была максимально приближена к пропорциям. В принципе уже выглядит неплохо. Так что на данном этапе можно остановиться. Хотя можно внести одну небольшую коррективу, чтобы всё смотрелось гораздо красивее. Но вот так намного лучше. Шутки в сторону, сыночка. Сейчас я вырезаю глаз, нажимаю Ctrl-J и тем самым создаю новый слой с выделением. Затем жмакаю Ctrl-T и подгоняю глазину под пропорции ещё больше. После того, как подогнали всю эту залупу, создаём смарт-фильтр, чтобы в дальнейшем у нас была возможность помет... В общем, сделали... В общем, сделали смарт-фильтр, а затем ебашим ликвифаем по всему этому делу. Невероятно интересный процесс. Просто и лосьте мышкой так, чтобы картинка совпадала с пресетом. По своей увлекательности этот процесс можно сравнить с созданием масочек. Вот у мужчины слишком редкие брови. Давайте добавим немножко густоты. Я нашёл в гугле мужичка с крутыми бровями. Скачал картинку и просто перетащил её в этот же проект. Качать картинку, к слову, не обязательно. Можно просто скопировать её и вставить, нажав Ctrl-V. Выделяем, создаём отдельный слой с сочетанием клавиш. Не забудьте поставить лайк под это видео и кнопочкой подписаться. А затем создаём фильтры для цветокоррекции. Нажимаем на эту штуку, выбираем Black & White, дёргаем ползунки. И создаём клиппинг-маск на бровь с помощью Alt и LKF. Чтобы сгладить края, выделяйте слой и нажимайте на японский флаг. После чего берите кисточку и сглаживайте. Если я буду рассказывать, как всё это работает, то видео будет длиться 10 лет. Моя же задача показать вам прикол и... И всё. Теперь производим те же самые действия с другим глазом. Сейчас мы будем выравнивать нос. Точно так же выделяйте и копируйте. В этом случае можно немного сжать нос по горизонтали. А теперь вы не поверите. Мы делаем то же, что и ранее. Тупо возюкаем эту хуйню так, чтобы подогнать под пропорции. Вот нормально, то есть так, да, говорится? Далее производим те же действия, что и ранее. С ртом, правой и левой частями лица и верхней частью головы. А пока я это делаю, давайте я вам расскажу историю школьных времён. Как-то раз я наелся горохового супа. И прямо на уроке биологии я обошёл. Теперь выделяем уши и сжимаем их по горизонтали. На новом слое я замазываю старые уши с помощью вот этой дресни. Для дальнейшего удобства я выделяю все слои и создаю группу. А после чего конвертирую их в смарт-объект. Так, и чё это за хуйня? Куда поделался тут мужчина с изюминкой? Не волнуйтесь, это ещё далеко не финальный вариант, а просто пропорции. Я скачал картинку Райана Гостлинга и создаю черновой вариант бороды и прическу. Вырезал волосы, усы и бороду. Сделал им приблизительную цветокоррекцию. Вот так выглядит черновик. В принципе смотрится неплохо, а поэтому можно приступать к ретуши. Создаём новый слой и замазываем прежние волосы. Снова новый слой, жёсткость кисточки на ноль, opacity и flow по ситуации. И создаём мягкую тень на лбу от волос, тем самым добавляя картинки глубину. Хмм, довольно-таки глубоко. Не забывайте создавать новый слой практически под любое действие. Это так же важно, как постоянно прожимать Ctrl-S в Vegas или After Effects. Топон, тут пон лептая. Так как этот вариант лица меня устраивает, я открываю смарт-объект и навожу там порядок. Замазываю грязь, сглаживаю углы и вытираю слюни. Чтобы починить сломанное ухо, я вырезаю кусок от целого, отзеркаливаю его, подгоняю по цветокоррекции и сглаживаю углы ластиком. После уборки в смарт-объекте мы возвращаемся обратно и ищем бороду. В гугле, ёптая. Накажу пангашную бороду и обязательно скачиваю её, чтобы она была без фона. Затем добавляю её и подгоняю с помощью вот этой вот сеточки, название которой я до сих пор не знаю и узнавать не собираюсь. Создаю фильтры, настраиваю их, создаю мягкую тень и замечаю, что тёмная сторона бороды находится на светлой стороне лица, нажимая пока им по пикче и отражая по горизонтали. А пока я это говорил, волшебным образом на нашем персонаже появился пиджачок. И отталкиваясь от этого, я могу сказать, что он не простой работяга, а уважаемый человек. Так что создав новый слой, я начинаю придавать его лицу более презентабельный вид с помощью восстанавливающей кисти. Мы видим, что нос сливается с лицом, а из-за этого пропадает объём. Новый слой, мягкая полупрозрачная кисть и начинаем создавать контур вокруг носа. С другой стороны, тоже можно немного подшаманить. Подшаманить. Бля, такое ёмишное слово. Теперь я вставляю рандомную винтажную текстуру и меняю её режим наложения. Финальный штрих – очки, добавление которых я, к сожалению, не записал. Вы только посмотрите на этого мужчину. Очевидно, что перед нами доктор наук, лауреат Нобелевской премии за прорывные решения в области проктологии. Его скромный, но в то же время уверенный взгляд сведёт с ума любую женщину, девушку и даже девочку. И даже мальчик. Думаю, на данном этапе с этой картинкой можно покончить. Давайте ещё раз посмотрим на промежуточные стадии работы. Вот, пожалуйста, вот эта первая, вот эта вторая. Ну и третья, говорится. Считай, что на этом этапе можно закончить этот экспериментальный видос. Если он тебе понравился, то скинь его сам знаешь кому. Я буду крайне признателен. А сейчас я хочу посоветовать пару каналов, которые помогут вам научиться работе в фотошопе. Наиболее лучшие каналы, которые помогут вам в обучении – это Piximperfect, Rafay, Photoshop Surgeon, который вдохновил меня записать это видео, и, конечно же, канал Хумаса, потому что он собирается сделать ещё как минимум одно видео на тему фотошопа, если этот видос наберёт 2000 лайков и обзаведётся положительными отзывами в комментах. О, ебать. В заключение скажу, что самое главное – это желание научиться. Без него у вас вряд ли что-то получится. Подписывайтесь и поддерживайте мой канал Манисами, если вдруг у вас появилось такое желание. Все полезные ссылки вы найдёте в описании. Спасибо, что досмотрели эту хуйню до конца. Новый видос скоро. Я надеюсь. На это. Так вот. Субтитры сделал DimaTorzok